Музыка Здравствуйте, мои дорогие! Ну, уже не раннее утро, скажем так. Ну, с утра, как всегда, холодно и хмуро, а тут раз и погодка разгулялась. Прям второй день балует. Очень хорошо. Вот псина там, вон в том доме, вот через дом. Вот я дверью хлопаю, выхожу, и она начинает орать. До такой степени прям пёс, охранник такой, на всё реагирует. Да. Ну что, небушка голубое, всё равно холодно. Ну что, зима, декабрь месяц. Последняя декада пошла. Ой, жду не дождусь прям. Вчера с Сашей разговаривали. Я ей показываю розочки, бутончики. Она прям, она говорит, не могу, к голове не укладывается. Ну, что толку, они бутончики замерзают. Уже не расцвести. Хотя были года, когда до Нового года и после Нового года ещё розы цвели. Теплее было гораздо. Ну, год на год не приходится, конечно, что говорить-то. Вот, ну ладно. Я с утра вся в работе. Шарфик сделала Татьяне Валерьевне своей. Ну, сейчас покажу вам. Вот такой шарфик получился. Вот я увижусь с ней в Питере. Ей передам. Вот ещё надо... Сейчас покажу. Вот, сделала замочек. И теперь можно его несколько раз вокруг шеи обворачивать. Или вот так вот носить. Ну, красота. Красота. Смотрите, как день-то разгулялся. У меня даже дверь на улицу открыта там в прихожке. Пусть подсохнет сырость. Конденсат там не отапливается. Прихожка моя. И там прям уже плесень начала. Да, вот это проблема. Проблема тут такая. Так что пускай солнышком немножко согрется. Греет и проветрится. Вот нужно ещё сделать украшение. Переделать. Оно было просто на шнурке. Но это не дело. Я хотела, конечно, сделать перламутр ей. Но, во-первых, пуговицы уже старые. Ну, винтаж. И они, видите, они вообще не блестят. А этот-то вон какой. Поэтому я эту идею отбросила. И буду делать вот с этим жемчугом. Он стеклянный, хорошего качества. Вот буду делать. Ну, тут, собственно, вся проблема вот в этом. Ну, ладно, придумаем чего-нибудь. Вот, так что работа кипит. Вот такие серьги сделала, девочки. Давай сейчас. Такие вот крупные. Крупные, но они лёгкие. И это гвоздики. Такое летнее пляжное украшение. Ещё у меня одна ракушка такая есть. Вот, думаю, может быть, сделает что-то ещё. С жемчугом. На шею. Не знаю, мне вот нравятся такие вещи. Да, о чём хотела сказать. Не поеду я на почту сегодня, девчонки. Извините меня. Потому что я Ларисе пока не доделала ещё украшения. Вот, если сегодня сделаю, то завтра поеду обязательно и отправлю. Вот, а пока вот. Нашла я бусины, наконец-то. Думала, не сделаю я Ларисе. Нашла шикарный, чёрный, блестящий такие бусины разного размера. Вот что она хотела. И чё хочу сказать, девочки, по поводу розыгрыша. Комментариев очень мало. Мало людей участвует. Совсем. Поэтому мой вам совет. Чем больше у человека комментариев, тем больше шансов. Там же программа выбирает. И если у вас там 10 комментариев, допустим, есть, то вы всяко, у вас шансов больше. Так что не стесняйтесь. Там не обязательно чего-то писать. Ну, напишите там, участвую или там, ну, я не знаю, там, какой-нибудь значочек поставьте. Мне вот прям интересно даже. Ну, чё, вот совсем чуть-чуть. Ну, что тут? Сейчас я посмотрю, сколько тут комментариев. Сколько человек? Ну, 25 комментариев. Ну, чего это? А я за вас за всех болею-то, вы это учтите. Так что, кто хочет выиграть, прям вот. И, да, ещё, кстати, вы напишите, какой комплект. Вот, розовый или, господи, как он называется-то? Ну, вот склероз мой, а. Ты, господи. Ну, короче говоря, ракушка, который. Вот. Прям вот пишите, чтобы я хоть понимала, кто чё выиграет-то. Ладно? Давайте, мои хорошие. Давайте. Мне прям самой прям... Я каждый раз, когда розыгрыш, я прям сижу и думаю, интересно, ну, кто ж выиграет-то. А тут как раз это будет Новый год, ну. Давайте, мои золотые. Ну, вот, смотрю тут распаковку винтажа у Ларисы Табашниковой. И вспомнила. Гелиотис, господи, а! Ну, девчонки, вы ж меня простите. Да, это склероз. И, кстати, уж, чё мне только не советовали пить. Пила я и глицин, и ещё какие-то таблетки. Не знаю, мне ничего не помогает. Так что простите меня. Вот, посрезала вчера, видите? Вон, сколько бутончиков. Прям бутончики, бутончики. Бутончики. Листи, конечно, страшные уже. Но цветочки ещё цветут. Да, вот Саше я показала. Она говорит, ой, не может быть. Что значит не может быть? Всё может быть. Листи уже, конечно, какие-то прям. Ну, ладно, пусть цветут. Буду уезжать, отнесу их к жильцу. У него приедет жена с дочкой на Новый год. А тут цветущие розы. Ну, разве не красота? Красота. Да, они, между прочим, ни разу не были на море у него. Ни разу в жизни. Я говорю, ну, и что ты их вот летом не пригласил? А? А, ну, вот, ладно, в этом году. С этим коронавирусом. Я говорю, а в том году? Ну, в том году неудобно было. Я не знал, как вы к этому отнесётесь. Я говорю, я что? Страшный дракон какой-то, что ли? Да ну. Ну, в общем, короче говоря, люди приедут первый раз посмотреть на море зимой. Не самое лучшее время. Не самая лучшая погода. Но хочу сказать, я думаю, что и первый раз и зимой всё равно будут потрясены. Потому что море есть море. Я ему говорю, я говорю, ты их повози ни один раз, ни два. Море-то меняется на дню по нескольку раз. Тем более зимой. То такого стального цвета страшного. А то прям красивого цвета. И волны, и всё. Вот постоянно меняется погода. Ну, ладно. Потом мне расскажут, когда приеду. Мне прям интересно. Я очень... У меня вообще, наверное, генетически у нас есть такая отличительная черта. И я, и Костя такой, и Алинка такая вот тоже была. Вот если я посмотрела хороший фильм, мне нужно обязательно поделиться. Мне одной неинтересно. И Костя такой же. И Алинка такая была. Почему мне неинтересно ездить, путешествовать одной? Мне не с кем поделиться. Вот именно в этот момент. Не то, что потом приехать рассказать. Нет. У меня как-то нет удовольствия. Не умею я радоваться одна сама. Да. Ну что ж, сделала я Ларисе украшение. Девочки, не судите строго. Это чистый эксперимент. Вот она говорит, хочу. Ну, обруч на шею каучуковый. Каучуковый. И длинные. Вот такие две. Чтобы висели бусы. Черный с белым. Господи, опять это пылище. Ладно, издалека покажу. Вот. Вот получились такие вот асимметрия. черные граненые, белые, просто стеклянные бусины. Вот не знаю, как она это дело оценит. Я сама первый раз такое делала, поэтому. Интересненько, конечно. Ну, посмотрим, что Лариса скажет. Сейчас разговаривала с Мариной, с подругой своей, дорогой. Долго с ней болтали. Прям наговорилась. Я говорю, Марин, ведь те, кто тебя смотрят, они же скучают. Ты ничего не снимаешь. Она говорит, сейчас сделаю какое-нибудь небольшое видео для девочек, которые меня смотрят. Да. А у меня вот есть возможность. И вам показать чего-то, и поболтать с вами заодно. Вот чему я очень благодарна. Вот правда. Как будто вроде я и не одна. Сижу себе, чего-нибудь делаю или вам показываю сама. Ля-ля-ля. Так что спасибо вам огромное за это, что у меня есть такая возможность. Я вам наговорю, а вы потом посмотрите. И мне чего-нибудь напишите. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Конечно, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»